Строительные материалы будущего У вас никогда не было ощущения, что вы уже живете в будущем? Строительные материалы становятся все более совершенными и необычными, что порой делает построенные из них здания похожими на творения инопланетян. Мы решили рассказать о четырех материалах, которые должны привлечь всеобщее внимание. Инновационные изменения в сфере старых строительных технологий, которые сделают будущее красивым, чистым и, самое главное, пригодным для жизни. Шот Крете – бетон, который защищает от электромагнитного излучения Команда исследователей из Университета Небраски-Линкольна разработала интересную новинку, которая может стать надежным и недорогим способом защиты электронного оборудования от электромагнитного излучения. Детище профессоров Криса Туана и Ли Монгуэна. Токопроводящий бетон Шот Крете обладает способностью поглощать и отражать электромагнитные волны как искусственного, так и естественного происхождения. В процессе исследований стандартный наполнитель бетона был заменен на магнезит – природный материал с выраженными ферромагнитными свойствами, который впитывает электромагнитное излучение как губка. Для усиления эффектов в бетон были также добавлены углеродные и металлические компоненты. Сначала Нгуэн и Туан исследовали применение токопроводящего бетона для борьбы с обледенением трудуаров, дорог, взлетно-посадочных полос и т.п. Но впоследствии оказалось, что его отражающие свойства также прекрасно защищают электронные устройства внутри помещения от повреждения внешним электромагнитным импульсом. Шот Кретэ удобен тем, что его, в частности, можно наносить на стены путем напыления, поэтому защита уже существующих строений обещает быть несложной и быстрой. Аэрогелевая теплоизоляция Название «аэрогель» может ввести в заблуждение. На самом деле это чрезвычайно пористые твердые вещества. Их производство представляет собой сложный высокотехнологичный процесс. Из геля путем высушивания в специальных условиях удаляется вся жидкость, в результате чего образуется материал на 80-99% состоящий из воздуха. Благодаря такому составу аэрогели обладают самой низкой теплопроводностью среди всех твердых веществ. По энергоэффективности теплоизоляция аэрогелем в четыре раза превосходит стекловолокно и почти в восемь раз полипропилен. Это же идеальная теплоизоляция, подумаете вы и безусловно будете правы. Многие производители уже сделали ставку на аэрогелии, позиционируя их как исключительно эффективную и к тому же экологичную альтернативу традиционным теплоизоляционным материалам. Также немаловажно, что за незначительность ущерба окружающей среде, наносимого их производством, аэрогели уже успели получить серебряную награду – Cradle to Cradle. Хотя до сих пор доля этой технологии в отрасли была не слишком заметной, похоже, что начиная с нового года ее ожидает бурный рост. По оценкам, к следующему году объем ее рынка может достичь 612 миллионов долларов. Coolbrick – охлаждающий кирпич Идея охлаждения помещений за счет испарения влаги далеко не нова, человечество пользуется ей уже не одну тысячу лет. Но именно она лежит в основе инновационного кирпича Coolbrick, предложенного студией Emerging Objects. Он представляет собой альтернативу дорогим системам и изготавливается методом 3D-печати, который обещает совершить настоящую революцию в строительной отрасли в самом ближайшем будущем. Появление таких материалов, как Coolbrick – еще одно тому подтверждение. Что же представляет собой Coolbrick? Это система пористых керамических блоков, скрепленных цементным раствором. Отдельные блоки печатаются в виде сложной пространственной решетки, образуя сеть пор, в которых может скапливаться влага. Поток теплого воздуха проникает сквозь поры, что приводит к испарению содержащейся в них влаги. Этот процесс поглощает тепло, тем самым охлаждая проходящий воздух и понижая температуру в здании. Модульность Coolbrick позволяет складывать из него всевозможные конфигурации, давая архитекторам полную свободу в выборе как формы, так и функциональности. Кроме всего прочего, трехмерная решетка, составляющая блоки, обеспечивает исключительную прочность и долговечность сцепления с раствором. А их ступенчатая форма образует на поверхности стены тени, защищая значительную ее часть от солнечных лучей, что еще более увеличивает эффективность охлаждения. Graphene – революционный сверхтонкий материал Журнал New Civil Engineer называет Graphene – революционный сверхтонкий материал, одним из наиболее важных физических открытий 21-го столетия. По мнению его разработчиков, его применение способно вскоре радикально изменить практически все отрасли промышленности, не исключая и строительство. Открытый почти 12 лет назад Graphene все еще ожидает начала широкого применения, однако его свойства уже позволяют назвать его идеальным строительным материалом. Эта двумерная решетка в форме пчелиных сот – самый тонкий материал на Земле, который при этом в 200 раз прочнее стали. Он сверхлегкий, но при этом является барьером даже для самых легких газов. Удивительная прочность Graphene на растяжение при сверхмалой толщине открывает поистине неограниченные возможности его использования в строительстве. Здесь, правда, имеется небольшое препятствие. Стоимость производства Graphene пока что делает невозможным его массовое применение. Один грамм вещества стоит около 500 долларов. В ведущем британском производителе Graphene 2D Tech считают, что в ближайшем будущем этот удивительный материал будет главным образом играть роль добавки. Его можно добавлять в полимеры, смолы, бетон и даже сталь, улучшая таким образом их естественные свойства. А еще богатые люди мира смогут вовсю строить себе дома из уникального материала. Действительно, исследователи из Национального института Graphene, расположенного в британском Манчестере, отмечают неослабевающий интерес к продолжающимся разработкам со стороны ведущих мировых производителей стали. Хотя массовое производство Graphene пока упирается в недопустимо высокую стоимость и исследования все еще продолжаются, сам факт того, что за 12 лет материал прошел путь от своего открытия до реального практического применения в качестве добавки не может не впечатлять. Graphene, определенно, один из самых интересных материалов. Пеностекло – утеплитель будущего В отрасли строительства постепенно происходят изменения. На смену привычным технологиям приходят новые. Не так давно на рынке появился строительный и отделочный материал – пеностекло, который преимущественно используется в качестве теплоизоляции. Пеностекло изготавливают при очень высокой температуре, так что его производство в домашних условиях невозможно. Стекло очень мелко дробят до состояния пыли, затем насыщают углекислотой и потом помещают в печь, где при температуре 750 градусов образуется расплав, содержащий мелкие и герметичные воздушные пузырьки. Затем из получившейся смеси формируют или блоки, или гранулы. Пеностекло в виде блоков используют для утепления стен. Его закладывают в стены на этапе строительства. Таким образом получается слоеный пирог, который состоит из слоя облицовки, утепляющего слоя и внутреннего слоя. Гранулированное пеностекло успешно применяют для утепления стен, а также для теплоизоляции пола, крыши или даже фундамента. А еще пеностекло используется для теплоизоляции трубопроводов, поскольку оно может следовать конфигурации труб и на прямых, и на поворотных участках. Пеностекло в виде гранул используют также в качестве наполнителя при изготовлении легковесных бетонных конструкций. Гранулированное пеностекло используют в качестве подсыпки под стяжку пола, либо как наполнитель для легких бетонов. В этом отношении пеностекло идентично керамзиту. Пожалуй, на данный момент материала для теплоизоляции лучше, чем пеностекло, не существует. Ссылка на статью в описании. Заходи к нам почаще! Субтитры создавал DimaTorzok